Утренний фреш Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова жизненной историей. Смотрите на нашем телеканале по будням. К другим интересным новостям. Одна из китайских компаний продолжает заботиться о братьях наших меньших. В качестве новинки для домашних животных представлен необычный робот. Его основная функция развлечения питомцев в то время, когда они находятся одни дома. Особенностью робота стала возможность транслировать то, чем занимается животное в режиме реального времени. Новинка перемещается на четырех колесах. В ней встроенная камера с широкоугольным объективом, модулью Bluetooth и Wi-Fi. Несмотря на то, что кошки не говорят на человеческом языке, они постоянно общаются с людьми, которые им полюбились. Во время игры или отдыха кошки нередко показывают своему хозяину живот. Зоопсихологи утверждают, это основной признак прекрасного взаимодействия между кошкой и ее хозяином. Этими жестами питомец демонстрирует свое благосклонное отношение к человеку. Дело в том, что живот для кошки самое уязвимое место. И обычно она прячет эту часть тела от тех, кто не входит в круг ее доверия. Если вы заслужили любовь к кошке, цените ее. Она обязательно продемонстрирует вам свое признание. И немного информации из меры технологии. Вайбер подготовил ряд нововведений. В месседжере появятся новые инструменты для борьбы со спамом и обеспечения безопасности пользователя. А функция поиска будет дополнительно защищена. У пользователей появится возможность настроить и выбрать, кто может приглашать их в сообщество. Все уведомления от сообщества, от неизвестных отправителей, будут попадать в специальную папку. Появится и новая возможность поиска. При вводе имени в строку поиска отобразится имя вместе с фотографией профиля. А все чаты, которые инициируют таким образом, будут дополнительно защищаться настройками конфиденциальности. Телефонные номера будут скрыты, пока пользователь не разрешит иное. Статус присутствия также будет скрыт, а голосовые и видеозвонки отключены. Пользователям, которые не хотят, чтобы их могли найти с помощью функции поиска, могут просто запретить такую возможность. Новые функции поиска и специальные папки для входящих от неизвестных отправителей еще предстоит пройти тестирование. И только после этого их внедрят глобально. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Адвокат Наталья Тарасова расскажет о медиации для семейных споров. Не переключайтесь. Прежде всего я хотела бы напомнить, что медиация – это переговоры между конфликтующими или спорящими сторонами с участием независимого посредника-медиатора с целью достижения взаимоприемлемого решения, то есть того решения, которое устроят обе стороны. Можно применять для разных видов гражданских споров медиацию, но можно сказать, что наиболее актуальна она в семейных спорах. Почему? Потому что это всегда эмоциональный конфликт, это всегда отношения. Медиация применяется у нас довольно давно. Закон работает о медиации с 2014 года, и практика его применения вызвала необходимость внесения изменений. Вот какие изменения сейчас внесены в законодательство о медиации. С 1 июля при подаче заявления о расторжении брака либо в органы ЗАГС, либо в суд, заявителю или ИСУ будет разъясняться право его воспользоваться возможностью поучаствовать в информационной встрече с медиатором. Цель этой информационной встречи рассказать, что такое медиация, и чтобы стороны определили для себя, подходит ли им такой способ разрешения их конфликта, их спора. Участие в такой информационной встрече является бесплатным. Поэтому стороны ничего не теряют. Вместо того, чтобы идти в суд, воспользоваться возможностью информационной встречи с медиатором и попробовать разрешить конфликт без обращения в суд. Как провести остаток лет используя своими идеями, на этот счет с нами поделились гомельчане. Они дали немало отдельных советов и рассказали о проверенных и практически незатратных видах досуга. Меня зовут Настя. Я занимаюсь восточными танцами уже 3 года. В танцы я пришла случайно, но при этом с первой тренировки меня это увлекло, и я начала этим заниматься дальше. Вопреки распространенному мнению, что восточные танцы только для красоты, также этот вид спорта помогает и для здоровья. Укрепляются мышцы спины, появляется осанка, а также улучшается кровоток органов малого таза. Также восточными танцами могут заниматься не только женщины, но и мужчины. В гомеле можно также заниматься этими видом танца, так как в Белоруссии, в частности в нашем родном городе, этот стиль все больше и больше приобретает популярность. Каждым годом открываются все новые студии, в которых каждый желающий, независимо от возраста и своего уровня навыков, может заниматься этой деятельностью. Новый день с вами встречала программа «Утренний фреш» и я, Влада Васильева. Как всегда, хочу пожелать вам только хорошего настроения и улыбок окружающих людей. Увидимся в понедельник на телеканале «Беларусь-4» и «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова